За годы независимости мы произвели 169 пусков ракет-носителей украинского производства или ракет-носителей с большим вкладом украинских составляющих. Мы запустили за это время 385 космических аппаратов, спутников, по заказу 25 стран мира. Это довольно весомый, я думаю, что такой результат. В день, когда мир вспоминает первый полет человека в космос, в Украинском государственном космическом агентстве строят планы на будущее отечественной космонавтики. Украина сегодня весомый игрок на этом рынке, утверждает глава общественного совета при агентстве Эдуард Кузнецов. Кроме престижа для страны, быть космической державой сегодня еще и выгодно. Наверное, не знают наши специалисты, я имею в виду руководителей государства, что каждый доллар, внесенный в развитие космической отрасли, он приносит 14-15 долларов прибыли. Мы, получая в среднем порядка 40-60 миллионов гривен в год, мы в бюджет страны вносили больше миллиарда ежегодных гривен. Уделить особое внимание развитию космической сферы пообещал и президент Владимир Зеленский. Одной из главных целей он назвал запуск уже в этом году нового отечественного спутника, с помощью которого Украина возобновит свое присутствие на орбите Земли. Мы сделать с вами, должны все, и свой значный внес, каждый из нас, уверенный, на своем месте, должны сделать, чтобы Украина была и продолжила такой статус, статус космической державы. Сейчас Украина входит в клуб 13 космических государств. С самого начала космической эры наши ученые и конструкторы громко заявили о себе. Все слова Юрия Гагарина, произнесенные им во время полета, начиная с эпохального «поехали», были зафиксированы магнитофоном киевского производства. Прямая радиосвязь обеспечивалась в том числе и с Симферопольского пункта номер 10. А после исторического полета более 500 украинских создателей ракетокосмической техники и 15 украинских ученых были представлены к высоким наградам. Обо всем этом детально и о том, какую роль Украина сыграла в покорении космоса, можно узнать в Киевском планетарии и здесь, в Национальном политехническом музее. Полет Гагарина был весьма кратким. Полет длился 108 минут, один оборот. Нужно было просто обеспечить связь с космонавтом. Магнитофон «Заря», который был использован на борту космического аппарата для записи переговоров Гагарина с Землей, был создан, да, действительно, в Киеве. А первым гражданином независимой Украины на орбите Земли стал Леонид Кадынюк. В 1997 он принял участие в одной из программ НАСА. Кстати, эта капсула тоже была в космосе в 1984 году. Это реальный космический аппарат, который побывал в космическом полете. Он был создан в свое время под руководством главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Павловича Королева, который также начал учебу в нашем Киевском политехническом институте. Именно этот прототип аппарата был предложен Королевым для полета первого человека, которым стал Юрий Гагарин. Данила Кобза, Юрий Шульга. Новости Украины.